Какой может быть вариант выборов и процедур голосования в так называемый переходный момент? Вот от этого капитализма, вот этой вот человеко-динамической системе к нормальным взаимоотношениям. Давайте начнем с комплекта бумаг для голосования. Бумаги должны быть номерные. Бумаг в комплекте, выдающие, вот комплект, который выдается каждому человеку, должно быть не менее трех. Они должны быть друг с дружкой так вот сложены, и там как под копирочку все, что на этих бумагах выделается, фиксируется. То есть номер указан. Дальше вы пишете свою фамилию, имя, отчество, удостоверение, номер удостоверения, еще какие-то там данные. И все это на всех трех бумагах фиксируется. Например, там первая белая цвета, вторая там розоватая, третья зеленая. Вот везде одинаковые номера, одинаковые ваши фамилии, имя, отчество, одинаковые ваши данные. И в этом случае, что дальше происходит? Вы отметили того, за кого голосуете. Первый лист идет в урну, вот в эту голосовательную сбору данных. Второй вы оставляете себе, а третий вы отдаете либо наблюдателю, либо отправляете в какую-то наблюдательную комиссию. И очень важно, чтобы вот на этих трех листах, помимо вашей подписи, стояли еще подписи какого-либо наблюдателя и какого-либо ответственности за выборы. То есть получается, они отмечены вами, отмечены номерами, отмечены теми, кто вам их выдал, кто отвечает за выборы, кто следит за выборами. Вот тогда это уже кое-как так совпадает с тем представлением открытости и честности. Вот если под копирку все это отражено, то тогда по этой схеме ваш голос учтен. И самое интересное, вы можете сами проверить, позвонить, например, в какую-то комиссию и спросить. Скажите, пожалуйста, мой голос, вот такой-то номер с такими-то фамилиями, данными, с таким-то полномоченным и наблюдателем, что там написано, за кого я проголосовал. Вы можете позвонить в наблюдательную комиссию, чтобы она этим занималась, в организацию, чтобы они этим вопросом занимались. Тогда они будут звонить в избирком и вам, например, и будут сравнивать, если какие-то вопросы возникли. Понимаете, вот здесь уже мухлевание намного-намного меньше может быть, нежели чем в тех условиях, когда вообще на листе ничего не указано. Вот вообще ничего нет. И тогда выборы более-менее переходят в формат таких честных и открытых, естественно. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова